Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал Планета ТВ, еженедельная информационная программа «Панорама недели» в студии Надежды Нестерова. Сегодня среда, 20 апреля и в нашем выпуске. В преддверии праздников мэр города Виктор Аблогин провел заседание Организационного комитета по подготовке города к предстоящим майским праздникам. С миру по нитке! В рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра» благотворительный магазин «Всё за спасибо» провел сбор вещей. Талантливая молодежь! В Горно-Алтайске состоялся 18-й республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2016». Об этом и многом другом вы узнаете в ближайшие 25 минут на телеканале Планета ТВ в программе «Панорама недели». Предстоящие майские праздники весны и труда, а также День Победы стали темой городского оргкомитета, который провел в минувшую пятницу, 15 апреля, мэр города Виктор Аблогин. Что ожидает горожан в первые майские дни, мы расскажем в нашем следующем видеосюжете. Рабочие заседания по подготовке к празднованию Дня весны и труда и Дня Победы собрали в мэрии Горно-Алтайска руководителей городских служб и ведомств и предприятий города. Под представительством мэра Горно-Алтайска Виктора Аблогина участники обсудили основные концепции праздников и проблемы, которые необходимо решить до их проведения. «Привести порядок фасадных зданий, выполнить работы по благоустройству. Мы должны с вами показать весь город, красивый и замечательный город. И вместе с вами сделать большой объем, не тот традиционный, который мы делаем, а те работы, которые должен сделать каждый из вас». Начальнику муниципального отдела культуры Светлана Комарова рассказала собравшимся об особенностях первомайской демонстрации и праздничных концертах в этот день. День весны и труда откроется праздничным шествием по центральной улице Республиканской столицы, в котором примут участие работники организации предприятий города. Акцентами шествия в этом году станут 260-летие добровольного вхождения Алтайского народа в состав России, 25-летие Республики Алтай и год российского кино. После окончания шествия пройдет открытие обновленной доски почета «Праздничный концерт». Завершится все вечерним маловижным концертом с 19 до 22 часов вечера. 9 мая в Гурналтайске откроется ежегодная акция «Бессмертный полк», которая стартует в 9 утра от бывшего здания автоколонны 19.31 и будет двигаться до Парка Победы, после чего стоит парад Победы. А вечером на главной площади Республиканской столицы пройдет праздничный концерт и фейерверк. Всероссийские акции «Бессмертный полк» и «Народная Победа» пройдут 9 мая в Горно-Алтайске. Народное шествие «Бессмертного полка» пройдет с 9 часов утра от здания автоколонны 19.31 до мемориала славы Парк Победы. Для участия в акции необходимо изготовить транспарант с фотографией, фамилией, именем, отчество ветерана, прийти на построение и пройтись в строю «Бессмертного полка». Ты послушай, внучек, послушай, чтобы сыну потом рассказать. С неба смотрят о родных наших души. Смерти память у нас не отнять. Колю ранили, Сашу убили. Кто вернулся, растили детей. И заранее крепко любили нерожденных твоих сыновей. «Бессмертный полк. Сохрани память о родных в книге народной памяти» на сайте мойполк.ру Акция «Народная победа» предполагает сбор фотоматериала, который потом будет размещен на баннерах в Парке Победы в день 9 мая. Сбор фотографий в электронном виде осуществляется до 27 апреля в 209 и 413 кабинетах администрации города. Телефон для справок 29402 и 22729. Опять прощается славянка в мае. Труба зазывает тысячи людей. По улицам бессмертный полк шагает. Идет навстречу с памятью своей. Ко дню Победы мы формируем наш бессмертный полк. Возьмите портрет своего ветерана и приходите на построение бессмертного полка. Пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай отметило 51-ю годовщину со дня образования. Подробнее расскажут мои коллеги. 15 апреля в пограничном управлении ФСБ России по Республике Алтай отметили 51-ю годовщину образования погрануправления. В торжественном собрании, посвященном этой дате, приняли участие личный состав, руководители служб и подразделений, служащие погрануправления. Также были приглашены представители образовательных организаций и военно-патриотических клубов, члены ветеранской организации «Рубеж», ранее проходившей службу в пограничных войсках, представители Русской Православной Церкви. С приветственным словом выступил начальник пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай полковник Александр Вячеславович Кайгородов. Республика Алтай может гордиться не только тем, кто проходил службу здесь, но и теми, кто вырос на границе, видя пограничников и военных земных уражек на протяжении длительного времени и проходил срочную службу в пограничных войсках всего Советского Союза. Сегодня сотрудники пограничного управления достойно выполняют все задачи, поставленные руководством пограничной службы, руководством Федеральной службы безопасности. Но, чтобы выполнить эти задачи, мы учитываем опыт ветеранских организаций, тех людей, которые отдали свою жизнь служению Родине и нашему пограничному управлению. Во все времена воины-пограничники, воины в зеленых фуражках были лицетворением доблести, гордости, порядочности и верности служению нашей Родине. Также Александр Вячеславович отметил, что возможно следует пересмотреть дату начала истории погрануправления, так как фактически охрана границы в Горном Алтае была начата значительно раньше. Цифра прозвучала 51 год. Наверное, здесь может быть она не совсем корректная в плане того, что здесь мы учитываем только историю самого органа управления, как пограничный отряд, управление комендатурой, управление пограничного управления самого. История непосредственно подразделения, охраняющего границу, насчитывает намного больше лет уже, потому что граница России, Советского Союза, тогда на участке китайском, монгольском, охранялась с 1924 года, еще период был Стуинской народной республикой, и ни на минуту эта охрана границы не прекращалась. Для курсантов военно-патриотических клубов была организована экскурсия по административному зданию погрануправления с посещением музея. За положительные результаты в служебной деятельности ряд сотрудников управления получили награды и поощрения. В завершении торжественной части прозвучала хорошая пограничная песня. Офицеры границы, офицеры границы, почему же вам покой? Даже, но даже ночью не снится, ваша служба почетна, это сказано метко. Только жены и дети видят вас очень редко. Очередная городская планерка с участием руководителей муниципальных служб и ведомств прошла в минувший понедельник 18 апреля в актовом зале администрации города. Какие вопросы в фокусе внимания городских властей сегодня в нашем следующем видеосюжете. Городская планерка началась с рассмотрения просьбы жителей поселка Боят об изменении графика движения рейсового автобуса. Решено вынести вопрос на транспортную комиссию и принять решение в течение двух дней. Очередную награду получило предприятие «Водоканал». На этот раз это было благодарственное письмо городского военкомата за содействие и помощь в вопросах воинского учета и в рамках проведения дня сотрудника военного комиссариата. Рабочая часть планерки 18 апреля продолжалась дольше обычного. Хорошая погода требует максимальных усилий для приведения города в порядок к майским праздникам. Поэтому работа всех служб и ведомств города на предстоящую неделю планировалась с особой тщательностью. На особый контроль взят график работ по ремонту дорожного покрытия с укладкой асфальта, нанесение дорожной разметки, покраска малых архитектурных форм, побелка бордюров и деревьев. Также обсуждались следующие вопросы. Противоклещевая обработка городских парков и скверов, предстоящий субботник, продолжение работ в городском парке, вопросы пожарной безопасности, связанные с сухой и теплой погодой. На пятницу 22 апреля запланировано большое совещание по строительству объездной дороги в направлении Чоя-Турачак. Также на особый контроль взято проведение работ по берегоукреплению в районе мебельного моста. Поставлена задача закончить эти работы до праздничных мероприятий, посвященных юбилею республики. Запланировано несколько совещаний и оргкомитетов по вопросам подготовки к майским праздникам. С 16 по 23 апреля в Горно-Алтайске проходит молодежная добровольческая коллекционная акция «Весенняя неделя добра», которая призвана объединить усилия общества для решения острых социальных проблем. Как стартовала акция и о том, какие результаты уже достигнуты, расскажут мои коллеги. В «Весенняя неделя добра» началась с молодежного флешмоба, в котором волонтеры акции на ступенях Национального драматического театра призвали жителей республиканской столицы не оставаться равнодушными к добрым делам. «Весенняя неделя добра» 2016 – это традиционная, ежегодная всероссийская акция, направленная на то, чтобы граждане проявляли свою активность, осуществляли благотворительные мероприятия, помогали друг другу. Общественные организации напрямую обращались к своим целевым группам. «Весенняя неделя добра» напоминает нам о том, что добро ничего не стоит, и все зависит от нас. На следующий же день, 17 апреля, волонтеры молодежного центра города Горно-Алтайска провели сбор вещей для благотворительного магазина «Всё за спасибо». Эта помощь будет направлена для детей из малобеспеченных и многодетных семей. «Сегодня волонтерами молодежного центра города проводится благотворительная акция по сбору вещей. Акция проводится в рамках «Всероссийской весенней недели добра». Всего в акции было собрано свыше тысячи вещей. После сортировки собранные вещи малобеспеченные могут получить в благотворительном магазине «Всё за спасибо», который находится по адресу Проспект Коммунистический, 65. Режим работы каждый будний день с 10 до часу. Спасибо всем неравнодушным жителям города, принявшим участие в акции. Творите добро, занимайтесь благотворительностью. В четверг, 21 апреля, на телеканале «Планета ТВ» смотрите в прямом эфире программу «Наш город» с участием начальника отдела культуры города Гурналтайска Светланой Анатольевной Комаровой. Тема программы «Культурная жизнь города». Начало в 19 часов. Подходит к концу декларационная кампания 2016 года. Напоминаем, если в минувший год вы получили доход от продажи имущества, сдача жилья в аренду или оказание иных услуг, вам необходимо в срок до 4 мая предоставить в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц. После небольшой рекламы с новостями и анонсами культурных событий города вас познакомит Ирина Полтева. Горный источник. Артезианская вода в бутылях на 19 литров, 5 литров и 0,5. Доставка по городу Маймек и Залозёку бесплатна. Заказ можно сделать по телефону. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я расскажу вам о событиях учреждений культуры. В минувшее воскресенье в Горно-Алтайске завершился 18-й республиканский фестиваль «Студенческая весна». Он проходил с 15 по 17 апреля. В фестивале приняло участие рекордное количество человек – около 300. Подробнее об этом в нашем следующем видеосюжете. С 15 по 17 апреля состоялся 18-й республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2016». Он прошёл на Национальном драматическом театре имени Павла Васильевича Кульчаяка. В течение трёх дней студенты и аспиранты учебных заведений Республики Алтая показывали свои таланты в танцевальном, вокальном и артистическом мастерстве. В фестивале приняло участие рекордное количество участников – около 300. По итогам всех конкурсных дней обладателем игрант-при конкурса стал коллектив «Сю Цюмер», представляющий городскую школу искусств «Адамант». Коллектив представил номера в двух номинациях – «Народный вокал» и «Инструментальное направление», исполнив композиции «Маадай Кара» и «Баттерден Джалы». В ближайшее время из лауреатов и призеров республиканского фестиваля будет сформирована делегация для участия в 24-м Всероссийском фестивале студенческого творчества «Российская студенческая весна», который пройдёт с 15 по 20 мая в городе Казани. 22 апреля в 14.00 в Национальном музее имени Андрея Викторовича Анохина в рамках мероприятий, посвящённых 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится встреча с дружениками тыла «И в тылу ковалась наша победа». 22 апреля в Горно-Алтайске пройдёт Всероссийский фестиваль чтения «Библия-ночь-2016», посвящённой теме «Читай кино». В Национальной библиотеке Республики Алтай имени Михаила Васильевича Чевалкова жители и гостей города ожидают много интересного – выставки, мастер-классы, игры, концерт, розыгрыш, лотереи и фейерверк. Горно-Алтайская городская библиотечная система также удивит разнообразием мероприятий. В городских библиотеках номер 1 и номер 2 пройдут «Библия-сумерки», в Центральной библиотеке – «Библия-ночь», в рамках которых запланированы выставки, мастер-классы, конкурсы, интерактивные игры, музыкальные и кинопрограммы. 24 апреля в 15.00 в Городском Доме культуры состоится праздник танца «Путешествие по планете», на котором выступят лучшие хореографические коллективы столицы Республики Алтай. Принимайте активное участие в мероприятиях нашего города. И помните, сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается культура. До новых встреч! Новостью спорта представит Игорь Эчкасов. Продолжается спортивное состязание в рамках ежегодной спартакиады трудящихся города Горно-Алтайска. Недели ранее прошли соревнования по плаванию, в которых победу одержала команда «Росус-Телекома», второе место заняла команда Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай, и на третьем месте представители «Водоканала». После шести видов в общем зачете спартакиада лидируют команды Национального банка Республики Алтай, на втором месте команда УСИН по Республике Алтай, и третье место занимает команда «Водоканала». В предстоящие выходные представители трудовых коллективов будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки. Напомним, что всего спартакиада включает 14 видов спорта, и закончатся в конце октября месяца соревнованиями по настольному теннису. Ежегодно в городе Горно-Алтайске в майские праздники проходит большое количество спортивных мероприятий. Не исключением станет и этот год. Впервые за большой промежуток времени на площади Ленина пройдет городская лёгкоатлетическая эстафета. На разных спортивных объектах состоятся соревнования по футболу, стритболу, настольному теннису, волейболу, конному спорту, крейко-римской борьбе и многим-многим другим видам спорта. Самым значимым и массовым, как всегда, станет традиционный лёгкоатлетический пробег, посвященный Дню Великой Победы, который пройдет 9 мая. От площади имени Ленина участники пробегут по проспекту Коммунистическому и финишируют на мемориальном комплексе Парк Победы. Протяженность дистанции составит 5 километров, стартует пробег в 9.00. Спортсмены разыграют награды в 8 возрастных категориях, а всех участников ждут памятные призы. Участником пробега может стать любой желающий, заполнивший анкету участника, на сайте администрации города или в отделе по спорту. Как всегда, более подробную информацию об этих и других спортивных мероприятиях вы можете найти на сайте администрации города Гормолатайска. Сотрудниками полиции на территории региона проводятся профилактические мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан. На въезде в Республику Алтай на стационарном посту ДПС и автовокзале города Горноалтайска кинологи со служебными собаками осуществляют досмотр транспорта, грузов и багажа с целью выявления фактов перевозки оружия и взрывчатых веществ, а также обследуют прилегающие к указанным объектам территории и места проведения общественно-политических и культурно-массовых мероприятий. Кинологами проводятся профилактические мероприятия по осмотру объектов автотранспорта и также территории при скоплении больших людей. Служебные собаки осматривают у нас на предмет взрывчатых веществ, взрывных устройств. Мероприятия проводятся у нас ежедневно. Это у нас осмотры ежедневные проводятся. Автовокзал, в неделю у нас проводится КПП Майма, там тоже выставляются служебные собаки. Выставляются два кинолога со служебными собаками. Полицейские проводят проверки многоэтажных жилых домов в целях оценки состояния их физической защиты, а также производят подворовый обход микрорайонов с частной застройкой в целях установления граждан и организации арендующих жилые и нежилые помещения без надлежащего оформления. Совместно с аппаратом оперативного штаба в Республике Алтай ежеквартально проводятся учения и тренировки на объектах массового пребывания людей. Просим граждан Республики проявлять бдительность и своевременно сообщать о подозрительных гражданах и предметах, оставшихся без присмотра, правоохранительные органы Республики. В МВД по Республике Алтай в круглосуточном режиме принимается информация по телефону 20-020-227-97-02. Правоохранительными органами принимаются все необходимые меры по защищенности жителей и гостей Республики Алтай от террористических угроз. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории Республики Алтай проведено профилактическое мероприятие «Детское автокресло». В рейде принял участие член Общественного совета при МВД по Республике Алтай, полномочный представитель Верховного муфти Азиатской части России Амангильды Кабдабаев. Профилактический рейд по правилам перевозки детей в автомобилях проходил в течение часа. За это время автоинспекторы ГИБДД составили 34 административных материала по части 3 статьи 12.23 КОАП РФ нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. За три месяца 2016 года на территории Республики Алтай с участием детей зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 детей получили ранения. Из них 7 несовершеннолетних пассажиров автомато-транспортных средств. Сотрудниками ДПС за первый квартал текущего года выявлено 687 нарушений правил перевозки детей. Госавтоинспекция информирует водителей, что за нарушение требований установленных правил дорожного движения к перевозке детей предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Член общественного совета осуществлял контроль за правомерностью действий сотрудников госавтоинспекции и проводил профилактические беседы с автолюбителями. Общаясь с водителями, он призывал их не игнорировать правила перевозки детей и всегда использовать детские удерживающие устройства. Дети – это наше будущее. Мы должны отвечать за их безопасность и всегда пристегивать своих детей. Многие говорят, что мы вот только всего 200 метров нужно было проехаться, просто поторопились, говорят, нельзя торопиться, нужно хоть 200 метров, хоть 100 метров пристегивать детей и приучать их постоянно к этому, потому что соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности нашей жизни. Республика Алтай Уважаемые граждане, распоряжением главы Республики Алтай номер 188Р от 19 апреля 2016 года на всей территории Республики Алтай с 20 апреля 2016 года введен особый противопожарный режим. В целях недопущения возникновения пожара соблюдайте правила пожарной безопасности. Запрещается разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях поселений, городских огругов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. В соответствии с пунктом 17 правил противопожарного режима, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года номер 390 о противопожарном режиме на период устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на предприятиях осуществляются следующие мероприятия. Вводится запрет на разведение костров, ведь проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок. Организуется патрулирование территорий добровольными пожарными или гражданами Российской Федерации. Готовится для возможного использования в тушении пожаров имеющаяся водовозная и землеройная техника. Проведится соответствующая разъяснительная работа с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. За несоблюдение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима наступает административная ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и подразумевает наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей. По большому счету, эта команда – это все на мой настоящий промежуток премии. Рафтинг – неотъемлемая часть моей жизни, то есть все, что я имею в жизни своих друзей, семью, и все, это все туризм отчасти еще. Туризм и рафтинг – это дали мне все, поэтому это вот моя жизнь, она мне нравится, и пока ничего не хочется менять. Почему ты решил им заняться? Ну, не знаю, посоветовали, сказать, что интересно, а потом, когда ты все делал соревнования, попробовал, понравилось. Там адренарийные эмоции, спортивные интересы. Что вам запомнилось в фубер-рафтинге? Для меня это нынешний факт «Аймарган». Это когда тренер посадил к девушкам состав, и я как бы перевернулся в пороге элегумень. И первый раз как бы я боялся не за себя, а за девушек. В фубер-рафтинге что самое сложное? Ну, не знаю. Это, наверное, собраться в смысле, но на таких соревнованиях, наверное, международных, это все-таки собраться, настроиться на старт, на покреждение дистанции трассы. Не просто прогрести, а правильно сделать. Где-то там обрулить камни и так далее, слив правильно войти. И чтобы все было сложено, вся команда работала полностью. Да, вот так. Скажите, пожалуйста, сколько у вас занимает с рафтингом? Ну, регулярно занимается порядка 30 человек. Раньше занималось гораздо больше, в два раза больше, может даже в три раза больше. Но сейчас, к сожалению, у молодежи этот вид спорта как бы не совсем, наверное, где-то недооценивает, либо вообще спорт они недооценивают как образ жизни. Поэтому стараются заниматься другими вопросами. В связи с этим, наверное, вот такое количество ребят, которые занимаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова В данный момент, как семья, живем вместе, тренируемся, учимся и так далее. То есть я больше себя в семье с ним время провожу. Сутка. Ну, мама первое время, когда я начал заниматься, была против. Она даже пыталась меня отговаривать, так как экстремально она волновалась, боялась. Но со временем она привыкла, потом начала поддерживать, и вся родня тоже так положительно начали к этому относиться. Моя мама всегда меня поддерживает, подбадривает, радуется моим достижениям. Она также, когда какие-то взлеты и падения происходят в спорте, это тоже бывает. Ну, она всегда меня поддерживает. А ты бы своего ребенка отдал в рафтинг? Да. Если бы даже девушка была, девочка. Ну, девушка, не знаю, парня бы точно была. А ты бы ребенка отдал в рафтинг? Если бы был парень, то, да, возможно, отдал. Но девочек однозначно нет. А дал бы своего ребенка мой взгляд? Честно? Нет. Я бы своего ребенка отдал в борьбу или куда-то еще, в другие виды, сколько бы, как-то, наверное, нет. Честно, нет. Не отдал. А почему? Так опасно. Страшно. А вот ты, Женя, будешь подвигать свое поколение дальше? Ваш же отец, ты? Да, я не знаю. Это же не от меня зависит от ребенка, он захочет он или нет. Если он не захочет, я ничего не сделаю с этим. Я понимаю, у тебя уже есть ребенок, да? Мальчик? У меня три. Три? Три сына есть. Старшему 12, молодшему 2. А в рафтинг они пойдут? А дальше? У меня два сына уже занимаются грибной флауном. То есть, это, ну, тоже олимпийский вид спорта. Он катается, то есть, катается на лодках, на воде. Когда ты едешь в другую страну, именно на соревнованиях или даже в город, даже тот же самый Биск, ну, или даже на Катунь, что ты ощущаешь, когда ты едешь? Ну, когда едешь, ты, прежде всего, представляешь, что там тебя ожидает, с чем ты будешь бороться, с чем тебе придется сталкиваться. Привыкать, например, к воде, привыкать смотреть на своих соперников, представляешь, то есть, оцениваешь свои возможности, что тебе предстоит. А было бы такое, что ты приехал и с ним не сдался? Нет, такого не было, но спорт здесь принято бороться до последнего. И если едешь, то едешь с самыми такими хорошими надеждами и веришь в свои силы. Редактор субтитров А.Семкин Уважаемые телезрители, такой была минувшая неделя в республиканской столице. Смотрите панораму недели еженедельно по средам в 19.00 на телеканале Планета ТВ. На 4-й кнопке городского телевещания, на 19-й кнопке цифрового пакета Ростелекома, а также на федеральном медиапортале Вся Россия. Повтор программы в записи можно посмотреть на телеканале Планета ТВ каждый четверг в 14.00, а также каждую пятницу и воскресенье в 8 часов 5 минут. В постоянной ротации запись программы будет размещаться на федеральном медиапортале Вся Россия. Связывайтесь с нами по телефону 241-97 или по адресу электронной почты панорама недели собакамейл.ру. Как всегда, нашу программу завершает народный календарь «Прогноз погоды» и рубрика «Город 20 лет назад», в которой мы покажем архив панорамы недели образца 1996 года. Я, Надежда Нестерова, на этом с Вами прощаюсь. До новых встреч в эфире! На планёрке Городского совета 15 апреля обсуждалась сложная ситуация с электроэнергией. Виктор Александрович Аблогин назвал это выкручиванием рук и пообещал вынести вопрос об отключении электроэнергии в правительство республики. Сегодня утром мы встретились с директором республиканского предприятия электрических сетей Михаилом Яковлевичем Сонаровым. После информации от городской планёрки предлагаем Вашему вниманию интервью с ним. 26 апреля – 10-я годовщина Чернобыльской аварии. По этому поводу на планёрке обсуждались мероприятия по подготовке к этой дате. 20 апреля намечено провести всеобщий городской субботник по уборке города. Руководителям предприятий и организаций необходимо обеспечить уборку мусора и грязи, покраску, мелкий ремонт фасадов зданий, заборов, подсыпку дорог и т.д. Создан организационный штаб субботника во главе с заместителем главы администрации Виталием Петровичем Букачем. Большое внимание было уделено обсуждению предстоящей работы по случаю Дня памяти или, как его называют в народе, Родительского дня. В этом году Родительский день приходится на 23 апреля. В связи с этим городделу милиции и коммунальным службам города даны соответствующие распоряжения. Будет организована продажа ритуальных товаров, прокат лопат и другого хозяйственного инвентаря, работа автолавок и подвоз воды. О мероприятиях по случаю Дня памяти, возложенных на городдел милиции, расскажет начальник городского ГАИ Алексей Иванович Попов. Уважаемые граждане города Горно-Алтайска, владельцы транспортных средств, а также гости города. 23 апреля проводится День памяти в городе Горно-Алтайска. Опыт прошлых лет показывает, что это самый напряженный день, насыщенный транспортом. Горный рельеф, узкие улицы нашего города не позволяют обеспечить безопасный проезд и стоянку транспорта на новое и старое кладбище. Госавтоинспекция совместно с администрацией города приняла решение в целях вашей безопасности ограничить движение в этот день. Движение всех транспортных средств по улице Фрунзе и улице Колхозная через старое кладбище будет закрыто. Проезд на старое кладбище будет осуществляться по улице Павла Кучаяк. Перевозка пассажиров будет осуществляться пятью автобусами пассажирского предприятия по маршруту Ткацкая фабрика, остановка напротив нового здания госуниверситета Ленкина номер 2, улица Павла Кучаяк, старое кладбище, новое кладбище. Обратное движение автобусов по этому же маршруту. Перевозка будет организована с 9.00 до 17.00. Стоянка автомобилей индивидуальных владельцев будет осуществляться на площадках, специально отведенных и обозначенными дорожными знаками. Это район учебного центра МВД и обочина при подъезде к новому кладбищу. Пользуясь случаем, хочу извиниться за некоторые неудобства, причиненные в этот день вам. Но поймите, это делается в целях вашей безопасности, и поэтому попрошу соблюдать правила дорожного движения. А сейчас, как мы и обещали, интервью с директором республиканского предприятия электрических сетей Михаилом Яковлевичем Сонаровым. Михаил Яковлевич, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что творится у нас с электроэнергией, и что в данной ситуации зависит от вашего предприятия. Мы не вырабатываем электрическую энергию. Вот в данной ситуации я сразу начну с конца, что наше оборудование и электрические сети находятся в исправном состоянии. Нет самой электрической энергии, которая подается из города Барнаула, Бийска и других городов России. В данном, ну, Красноярском конкретном случае. Как нам объясняет центральная, вернее, сибирская энергетическая система, что не было угля на тепловых станциях, где вырабатывается электрическая энергия, и нет было воды на гидростанциях, чтобы подавать электрическую энергию в том объеме, который требуется потребителям. Из-за небольшого дефицита мощности приходилось делать большие ограничения потребления электрической энергии для населения. Но в данный момент, то есть приходилось эти ограничения вводить, они были очень большие. Поначалу уменьшалось от потребности на 30%, на 40% и дошло ограничение до 70%. Это, конечно, для нас было очень тяжело, это практически был аварийный режим для предприятия, но мы старались подать электрическую энергию для населения, чтобы оно могло как-то ее использовать для своих неотложных дел. Конечно, ситуация на сегодняшний день изменена, в связи с тем, что заместитель председателя правительства ездил в Барнову, встречался Гнездилов Михаил Захарачев, и там вопрос был решен, чтобы республику Алтай не ограничивали потребление электрической энергии. И вот со вчерашнего дня, это с 15 или какого у нас, с 16 числа, со второй половины дня положение нормализовалось. Мы все потребители включили, включили, сейчас у нас прекратились телефонные звонки на диспетчерской пункте. Вот, это положение пока остается еще не окончательным, то есть нам дали энергию и сказали, что это будет пока до особого распоряжения. Но вся беда в отсутствии, конечно, топлива на станциях и воды на гидростанциях. Но сложилась эта обстановка, конечно, из-за больших неплатежей организаций. В данном случае, вот, у нас бюджетные организации должны на 6 миллиардов рублей. И также по другим регионам сложились огромные неплатежи. И вот эти неплатежи, и лихорадят, так сказать, в конкретном случае, работу энергетического, топливоэнергетического комплекса. То есть до особого распоряжения, как я поняла, отключение будет продолжаться? Ситуация, конечно, остается сложной. Как нам по телефонограмме сказали, что до 15 мая она остается сложной. И будем вот ждать, может быть, какие-то будут улучшения к этому времени. Я не знаю, это надо будет уже разговаривать, будет в будущем непосредственно с представителями правительства. Ну и с нами тоже, наверное, это уже. 12 апреля отмечается Всемирный день космонавтики и авиации. 35 лет тому назад Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет на корабле «Восток». За 108 минут облетел земной шар. Кроме того, 12 апреля отмечался еще один праздник – праздник Пасхи. Пасха – Светлое Христово Воскресенье – самый большой православный праздник. И Православная Церковь празднует его особенно торжественно. Наша съемочная группа побывала на праздничном богослужении. Мы предлагаем вашему вниманию сюжет, из которого вы узнаете, как празднуется Пасха. Ровно в полночь перед днем Пасхи служат за утреннюю. Храм украшается, освящается, священники надевают свои лучшие облачения. Все стоят с зажженными свечами. Торжественный крестный ход с хорубами и иконами выходит из храма и обходит его кругом. Глава движ с храма и обход с храма и обладает их в клад bulun. Ровно в полночь перед днем Пасхи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двери храма закрываются, напоминая закрытый гроб Господень. Крестный ход останавливается перед закрытыми дверями, и священник начинает петь радостную пасхальную песню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Затем двери храма распахиваются, и крестный ход входит в храм, наполняя его пением и светом зажженных свечей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В России на Пасху весь день во всех храмах звонили колокола. Во время службы священник приветствует людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Святая Пасха Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Небольшой дождь Субтитры создавал DimaTorzok